Я поздравляю вас! Мы сегодня с вами пришли к последнему нашему служению в этом календарном году. Да? Вы чувствуете, что год был непростым? Да. Но точно то же самое мы говорили в прошлом году. И поэтому ничего страшного. Все мы где-то что-то переживаем. Всегда мы стонем. Всегда нам как бы так вот проходится тяжело. Но мы проходим. Мы живы. И слава Богу. И сегодня я хотел бы с вами также поделиться одной темой, которая созревала тоже определенное время в моей жизни. Я думаю, что пришло. Мы будем сегодня говорить с вами о духовных переживаниях и откровениях. А собственно говоря, о том, как в общем-то в них разбираться, как их интерпретировать, как на них реагировать, и как их проверять в нашей жизни. И периодически я читаю о разных таких значимых конференциях, которые... Вот вы смотрите какой-то новостной христианский сайт, предположим, да? И там написано «Служитель такой-то посетил город такой-то». Было служение столько-то людей, и там обычно огромное количество. Были чудеса, знамения и всяческое такое вот действие Божие. И на самом деле я очень благодарен Богу за таких служителей. Что меня всегда удивляло, или не то, что удивляло, всегда восхищало, это количество людей, которые стремились к тому, чтобы услышать Слово Божье. О чем речь? Не просто послушать проповедь. Люди жаждут услышать конкретное Слово от Бога для своей жизни. Конкретное Слово. Я помню те церкви, в которых я родился, я родился в 50-тической среде. И всегда служение, на котором был пророчествующий человек, оно было полным, просто забитым. Если мы узнавали, например, что где-то там, например, в Тернополе или в каком-нибудь селе, в какой-то, знаете, тьма таракания. Вы знаете, что, кстати, это существующее место, тьма таракания? Не знали, да? Я в шоке был. Оказывается, эта история, это место существует где-то в Сирии. И название принесли крестоносцы. Когда они ходили в крестовые походы и возвращались и спрашивали, где вы были? Они говорили, тьма таракания. То есть они называли конкретное место. Но никто в том современном мире не мог понять, где это. Поэтому так оно и вошло в обиход, вот как место несуществующее, но которое находится глубоко-глубоко, где-то там далеко-далеко. И вот неважно, даже если в тьму тараканию приезжал такой служитель, но мы точно знали, что он может говорить слово от Бога, неважна была цена. Ночью ехать, днем ехать, на маршрутке, на одной ножичке где-то там или с каким-то, неважно. Главное, чтобы приехать, еще нужно попасть, чтобы он попророчествовал тебе. Выстраивалась большая очередь, ты был готов ждать, неважно. То же самое я вижу в современном мире, когда приезжает кто-то из людей, которые действительно являются Божьим сосудом, Божьим пророческим таким вот действием, с какими-то такими вот моментами. И я понимаю, что на самом деле, с одной стороны, это очень-очень большое благословение, с другой стороны, это показывает один важный момент. Люди сами не умеют слышать Бога. Одно дело, когда ты обращаешься к тому человеку, через которого Бог действует, который имеет яркий дар, другое дело, что люди сами не могут интерпретировать какое-то Божье слово в своей жизни, разобраться с ним. И получается, что отсюда возникают вот такие вот учения о суперпомазанных людях, которые всегда правы, всегда действуют в каких-то там, знаете, вот как он скажет, тогда и ами, не забыли. И люди не проверяют даже эти иногда пророчества, просто принимая то, как есть. Я понимаю, что нам необходимо переосмысливать в каком-то смысле свое отношение к слышанию Слова Божьего. И чтобы не быть зависимым конкретно и постоянно от кого-то, кто когда-то приедет где-то на каком-то ретрите, на какой-то конференции. Хотя их служение, оно достойно всяческой похвалы. Я поддерживаю такие служения. Ефесянам 4 глава 11-16 стих говорит, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. То есть это вот служение этих людей. К совершению святых. То есть их, то для чего они поставлены, чтобы святые люди были совершенными. И так это и происходит. На дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. И смотрите, вот для чего это все происходит. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Немножко сложно, может, если так прочитать, но суть сводится такова. Мы все верующие люди помещены в тело Христа. Он является нашей головой, он является тем, кто руководит этим телом. Есть вот такие прекрасные служителя, о которых я говорю, на которых служение попасть действительно стоит. Они вот как апостолы, они как пророки, они как особого рода евангелисты, которые способны собрать стадионы. Но при этом дальше речь идет о том, что всех нас Бог поместил в это тело таким образом, что мы можем укреплять друг друга. И мы можем не быть младенцами, друзья. Мы можем быть теми, кто поддерживает и как-то является опорой друг друга. Мы можем быть теми, кто может дать слово от Господа друг к другу. Ведь в конце-то концов, давайте говорить так, мы все связаны с головой. Мы все связаны. Тот человек связан, да и аминь. Но и мы также можем слышать от Господа что-то, получать от Него. И эта взаимосвязь, она, если она налажена правильно и здраво, она способна сохранить нас от влияния всякого ветра учения, как здесь написано. Чтобы мы не были теми, кто колеблется, если у нас есть связь и понимание с Богом. Поэтому я сегодня хотел бы более детально говорить о наших откровениях. Потому что периодически я слышу, как люди, или встречаю людей, которые приходят ко мне, делятся чем-то, и говорят, вот я имею вот такое понимание, они рассказывают мне о своих пониманиях. И я понимаю, что они молились, я понимаю, что что-то было в их жизни. Но одно дело что-то услышать, другое дело правильно это понимать. Одно дело что-то пережить, какое-то переживание сильное, другое дело понимать вообще, что это за переживание, кто является источником этого переживания. Может быть, это человек сам придумал, просто под впечатлением каких-то эмоций. Мы же способны что-то переживать, правда? Мы же люди чувствующие, мы не можем отключить наши чувства. Если мы видим кого-то, кого нам жалко, у нас слезы текут, это нормально. Или если кто-то там ведет себя очень дерзко, мы начинаем внутри себя гневаться, это тоже нормально. Это выражение чувств, это выражение эмоционального нашего мира и нашей реакции на то, что происходит. Итак, недалеко всегда мы имеем понимание на самом деле того, говорит ли Бог в нашу жизнь. Что я сейчас услышал? Или это просто эмоции, или это мечты, или действительно Он сказал? Итак, для примера, вот смотрите, было ли у вас такое? Вы выходите со служения, например, вот предположим, мы сегодня с вами разойдемся после служения, и кто-то спросит вас, каким было это служение. Кто-то ответит, да, вот кто-то спросит одного человека, и он говорит, ну скажи, каким было у вас служение в общине сегодня на шаббате? И вы подумайте, можете сказать, предположим, так, было очень хорошее служение, было такое сильное помазание, Бог так действовал, вот просто вот что-то такое невероятное происходило. В другой момент спрашиваю другого человека, который тоже был на шаббате, как было тебе служение? А такое, знаете, ну как-то песни такие себе, и Тора была такая себе, и проповедник вообще выперся на каферду больной, ну что такой человек, вот как бы, что с него взять? Ну как бы, такое. Одно и то же служение. Улавливаете суть, да? И третьего спрашивают человека, ну скажи, как ты думаешь, был ли Бог на этом служении? Ну, сложно сказать. Я думаю, что в первой части, когда было прославление, был. Был. Розан сегодня так пела просто вообще. Слезы наворачивались, касалась меня очень сильно, и я чувствовала, как Дух Божий, там ли, чувствовал, Дух Божий действовал, и просто вот мороз по коже был. Мурашки топтались по мне, вот особенно на левом плече, как слоники маленькие, да. У меня простой вопрос. Все эти вещи — это переживания, правда? Переживания духовные, переживания эмоциональные. У меня простой вопрос к вам, друзья. Был ли Бог на собрании? Почему вы так решили? Откровения, которые мы имеем после этого собрания, они же разнообразны. Написано. Но был ли Бог на собрании? Мы интерпретируем какую-то вещь, правда? Мы сталкиваемся, например, со служителем, говорим, помазанный человек. С чего вы решили? Это что, какой-то ярлычок у него есть, или у него допуск, как у сварщика есть, знаете, такой помазанник третьего уровня? Ну, а другой говорит, да какой он помазанник, шарлатан обычный. Так помазанник он или не помазанник? Действует Бог через него или не действует? Приходит Бог на служение и не приходит? Я себе задаю эти вопросы. Я был на разных служениях в своей жизни. И я помню, приезжали очень такие хорошие служители и говорили, ну вот такое было, 20 лет прошло. Люди говорят об одном служении, вот периодически, которое было в Одессе, там, ну, 15 лет, скажем, назад, да? А я вспоминаю и думаю, у меня большие сомнения вообще, что это за служение было. Ну, мое личное такое переживание. Так и вопрос, было там что-то или не было? Где вообще во всем этом Бог? Такое ощущение, что мы просто совершенно вводим свой критерий определения духовности, определения откровения, определения переживания, как говорит Бог, например, как Он не говорит, как вообще в этом всем разобраться. И когда мы начинаем копошиться во всем этом, мы говорим, да ну его, пойду я лучше к какому-то точно помазанному человеку. Пускай он мне скажет, как делать, потому что я запутался во всем этом. Ну, еще раз, есть пятигранное служение, есть люди, которые двигаются особенным образом. Это нужные люди для тела Христа. Но это же не значит, что мы с вами не можем научиться разбираться в наших откровениях, которые мы получаем от Бога. Это же не значит, что мы не можем научиться давать определение всем тем переживаниям, которые мы видим в нашей жизни, или духовным явлениям, которые мы видим в нашей жизни. Сейчас интернет, фейсбук просто открываешь, и верующие разделились на два лагеря. Одни готовы убить Деда Мороза, другие готовы переодеться в Деда Мороза. Честно. Ну, а разве нет? Кто-то говорит, верующий не должен даже приближаться к этой нечисти нездоровой. Просто там обвешать ее чесноком и осиновый кол ему забить в сердце. А другой говорит, да расслабьтесь, это наше культурное наследие. Так вообще что это? Ну, я сейчас вообще не о новом годе хотел проповедовать, но тем не менее, суть та же. Нам надо дать определение, научиться дать, иметь откровение какое-то или понимание каким-то вещам, которые происходят. Итак, мы вернемся к этому примеру. Был ли Бог на собрании, но немножко в конце. В любом случае, смотрите, друзья, Писание реально побуждает нас исследовать духовные откровения и переживания. Мы должны исследовать то, что мы имеем, то, что мы чувствуем. Мы должны, это нормально, задавать себе вопросы. Был ли Бог на собрании? Это нормально задавать вопросы вообще, то, что я слышу, это пророчество или это лжепророчество? Это нормально задавать вопросы, то, что я сейчас, или там вот этот человек переживает. Это кто действует через этого человека? Что происходит? Это очень правильно. Смотрите, 1 Иоанна 4 глава 1 стих говорит, «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире». Это у них оно появилось, у нас уже оно развилось и укрепилось. А тогда еще только появилось, но уже было много. То есть это нормально исследовать разные проявления. Исследовать духов — это не значит только лишь, когда вы встречаете какого-то духа или человека, который явно, допустим, что-то с ним происходит. Иногда дух может действовать очень мягко, очень интеллигентно, очень грамотно. И 2 Коринфянам 11 глава 14 стих говорит, что это неудивительно, потому что и сатана, и его служителя, они приобретают образ, или, скажем так, они ведут себя очень часто, как ангелы света. Ну мы же не будем принимать ангела света, который будет дерзко разговаривать. Мы сразу же заподозрим его в чем-то. Это аферизм духовный. А аферист, он должен быть очень аккуратный. Вы не увидите в нем каких-то мастей, каких-то наколок, таких духовных, знаете. Тут где-то там 666, там где-то под волосами у него татуировка, здесь какая-то пиндограмма где-нибудь, тут вместо бабочки у него там еще что-то, там дракон какой-то нарисован. Нет, это будет совершенно, может быть, такой вежливый, правильный человек. Но он будет приносить такие идеи в вашу жизнь, которые полностью способны будут полностью уничтожить все, уничтожить церкви, уничтожить верующих, уничтожить веру взагали. Итак, поэтому нам нужно испытывать, поэтому нам нужно задавать эти вопросы. И если мы сталкиваемся с какими-то, ну скажем, неудовлетворительными ответами, не бояться отставлять их в сторону, не бояться противостоять этим вещам, не бояться не делать то, к чему нас побуждают эти личности. Потому что наша ответственность научиться отличать голос Божий от других голосов. Это наша ответственность. Смотрите, Иоанна, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 1-5 стих. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит Инде, или другим путем, тот вор и разбойник. А входящей дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. То есть есть какой-то пастырь, который может зайти, он выглядит как пастырь. Для овец этот человек очень сильно похож на пастыря. Он просто заходит через окно, он заходит не через дверь, то есть через дверь заходит хозяин. А этот как вор, он где-то пробирается в стадо, он где-то пробирается среди верующих людей, выглядит как пастырь, и он начинает звать их. Но здесь написано, смотрите, он зовет своих овец по имени, то есть настоящий пастырь, он знает каждого человека, каждую овцу, он знает ее имя, он выводит их. И написано, что овцы слушаются голоса его. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что, смотрите, как интересно, знают голос его. Овцы слушаются, потому что знают голос его. Мы эти овечки в Божьем стаде. Он приходит в нашу жизнь, и нам надо научиться слышать его голос. Он хочет нас отвезти туда, куда нужно. А дальше за чужими же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Они даже не знают чужого голоса. Вот вам, пожалуйста. Поэтому, сталкиваясь с духовными переживаниями, очень важно уметь фильтровать то, что вы видите. Сейчас очень много происходит. Кто-то смеется, кто-то плачет, кто-то танцует, кто-то лежит, кто-то раздает все, кто-то принимает все. Ну, то есть, это все какие-то духовные переживания. Нам надо уметь давать оценку всем этим вещам. Итак, давайте поговорим об откровениях, поговорим о практических шагах, которые помогут нам проверить, говорил ли это нам Бог, или же это ловушка врага, или же это просто наши мысли, эмоции, или что-то другое. Давайте сейчас пройдемся по таким практическим шагам проверки тех откровений, которые мы получаем от Бога. Итак, первое, мы получаем какое-то откровение. Я получил откровение. Путей, через которые может говорить Господь, самое большое множество. Это могут быть сны. Получаем мы через сны откровение? Получаем, конечно. Это может быть физически слышимый голос. Тоже может быть, ты идешь по улице, и Бог говорит что-то. Говорит, стой, ты говоришь, вы кто здесь? Ну, то есть, это реальный голос. Помните, как с апостолом Павлом говорил Господь? Он остановил его, и тот слышал его голос. Это может быть пророчество другого человека. То есть, кто-то может прийти и сказать, у меня есть слово к тебе. В любом случае, мы получаем что-то. Мы получаем понимание, например. Когда человек приходит и говорит, у меня есть понимание по твоей ситуации. Для того, чтобы максимально получить пользу от этого откровения, друзья, невероятно важный шаг нужно сделать следующий. Вот просто запомните его. Сразу же запишите это откровение. Сразу же запишите. Если вам кто-то что-то говорит, брат мой, имею слово для тебя. Достаньте ручку и просто не стесняясь, вот просто возьмите и скажите, подожди, подожди, я хочу это записать, я хочу об этом поговорить и поразмыслить. Я очень много раз слышал такие моменты. Когда люди получали слово, через время, даже на следующих, вот через полчаса ты его спрашиваешь, ну что, у тебя было слово? Да, а ну перескажи его. И вы знаете, что происходит? Совершенно по-другому человек рассказывает его. Особенно, если это было слово через служителя, который говорил еще на другом языке, иностранном языке. То есть человек, потом был переводчик, который, вы знаете, что невозможно перевести дословно все слова. Любой перевод это интерпретация. То есть уже что-то изменилось в этом переходе. Потому что есть такие нюансы слов, которые полностью способны поменять смысл откровения. Полностью. Просто, возможно, где-то по дороге что-то произошло. Итак, к вам приходит человек и говорит, у меня есть откровение. Он говорит, я вижу тебя вот так-то, вот так-то. Или там, например, я понимаю, что в твоей жизни будет вот это. Просто вот не стесняясь. Подожди, я хочу это записать. Или вы пережили сами что-то. Или, например, было у вас такое, вы переживали сон какой-то. Вы просыпаетесь, у вас сильное впечатление. Вот просто такое аж горит оно. Вы так пережили это сильно. Но когда вы встали, вы еще под этим впечатлением пошли, поставили себе кофе. Еще под впечатлением. Туда-сюда впечатление эмоционально оно уже гаснет. И ты уже не можешь даже пересказать этот сон. Но знаете, что осталось? Было сильно. В этом сне было сильно. Но это сильно, оно никак не повлияло на самом деле на вашу жизнь. Потому что вы не можете поступить в соответствии с этим сильно. Вы же не запомнили, о чем речь. Вы не можете даже проанализировать это сильно. Оно просто было вау. Вот это божий сон у меня был. О чем сон? Я не помню. Мы куда-то шли там с ним. Он мне что-то говорил. Но было сильно. Как это поменяло вашу духовную жизнь? Никак. Было просто сильно. Вы пережили что-то эмоциональное. Итак, нужно записать. Потому что через полгода вы точно не вспомните вот этого вообще. Вообще. Как надо записать? Очень интересный момент. Писание учит нас на самом деле, как нужно записывать откровения. Друзья. Аввакума. Вторая глава. Первый и второй стих говорит следующее. На стражу стал, мою стал я. И, стоя на башне, то есть здесь образ сторожа, который стоит и охраняет город. Очень похоже на образ человека, который охраняет свой внутренний духовный мир. На стражу мою стал я. И, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне. Это поиск откровения. Это позиция человека, который хочет услышать что-то от Бога. Это наша с вами позиция. Мы стоим внимательно и мы слушаем, что он хочет сказать во мне. И что мне отвечать по жалобе моей. То есть у него была какая-то жалоба у пророка. Он высказал что-то Богу. И он ожидает ответ от него. Он ожидает, что Бог проговорит к нему. И отвечал мне Господь и сказал. Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Видите, да? Напиши и начертай ясно на скрижалях. Представьте, что бы было с нашей жизнью, если бы пророки не записали свои пророчества. Например, Исаия, если бы он не записал. Что бы за две или за четыре тысячи лет к нам дошло? Просто какие-то впечатления. Мы, возможно, не знали бы, что существовал бы даже этот человек. А как бы мы могли вообще размышлять о каких-то нюансах? Мы сейчас с вами, размышляя над Словом Божиим, мы очень внимательно смотрим на греческий язык, на иврит, на глаголы, как они взаимодействуют. Мы проводим анализ. Друзья мои, знаете, как это называется? Размышления над записанными откровениями. Вы видите, что даже спустя три с половиной тысячи лет это актуально и возможно. Поэтому, если мы в своей жизни не записываем откровения, через год вы забудете о нем. Я думаю, что, скорее всего, вы забудете к концу недели. Так, по-настоящему. Все меньше и меньше будет оставаться в вашей памяти. Поэтому указание, которое дает Писание, получаешь откровение, что бы это ни было, от кого бы это ни было, от тебя, от другого человека, от великого пророка. Кстати, не обольщайтесь, всех надо записывать. Как говорится, и на старуху бывает проруха. Иногда по-разному бывает. Запишите. Даже если оно на сегодняшний момент вам непонятно, возможно, придет момент, когда вы сможете в понимании нового духовного опыта, нового духовного возраста интерпретировать то, что вам этот человек сказал. Может быть, это откровение, которое пришло от него, оно настолько, скажем так, глубокое, что вы на сегодняшний момент не готовы его принять или осознать. Просто оно у вас лежит записанное. Через время вы можете перебирать эти записи, найти и получить огромное благословение. Увидеть, например, подтверждение на вашей молитве, подтверждение каким-то вашим откровениям или вашим пониманиям. Итак, первое, что нам нужно, записать очень ясно, не придумывая, не заменяя слова. Тоже важный момент, не заменяя слова, потому что мы с вами не лингвисты, давайте говорить прямо. И мы не можем всегда адекватно заменить слово. Пишите, как вот есть. Следующий момент. Когда вы записываете это откровение, подумайте и запишите к этому откровению то, как именно вы получили это откровение. То есть, в каких обстоятельствах вы находились. Вы помните, как Павел, Петр, Павел или Петр? Павел, наверное, да? Он описывает вот эту вот историю, когда его позвали Корнилию. Петр, Петр, да. Вы помните, был я в доме такого-то человека, в таком-то часу, я молился на крыше, и я пришел в определенное состояние. Вот зачем это все описано? Оно дает нам очень хороший контекст. Правда? Как получалось это откровение? То есть, и в контексте приготовления пищи там идет и момент такой, что Бог дает ему пищу. Опускается покрывало с различными морсами. Это вообще я вам хочу сказать, вот очень непростое откровение получил этот человек. Революционное для своего момента. Просто революционное. Это, ну, я даже не знаю, как сейчас, не хочется какую-то такую аналогию приводить, может, современную. Но, вот типа, вот вы всю жизнь, веками делали вот так, а теперь вы должны не делать вот так, но принять вот эту часть. Это вообще, и он говорил в этом откровении, что я никогда этого не делал. Это вообще, ну, просто. Это все равно, что Бог, знаете, вы получаете откровение, например, ты должен пойти на привоз, купить банку с кровью и выпить ее. Все такое, ни в коем случае. Еще ною Бог запретил кушать кровь. То есть, как бы, есть запрет на кровь. Кстати, для верующих, ну, кровь кушать нельзя. И для неверующих тоже кровянка не проходит по конкурсу никак, потому что она была запрещена ною еще, без всяких законов, без всяких этих самых. То есть, Божьи отношения к этому крайне негативные. Представьте, что вы получаете такое откровение. Пойди, купи кило кровянки и, короче, с салом где-нибудь ее влупи там с чесноком. И ты такой под елкой вместе с Дедом Морозом. И вы такой приходите в свой еврейский дом, и ваши еврейские родственники просто в ужасе. А у вас откровение. Ну, то есть, это немножко утрировано сейчас. Вы уловите саму суть. Человек получил что-то невероятное. Пойди к язычникам и кушай с ними. То, что всегда веками было нечистым, теперь Бог не считает за нечистое. Он мог открыть 99 и плюс одно место Писания, чтобы подтвердить, что не нужно этого делать. Но было что-то приготовленное Богом для еврейского народа. Было что-то, что пришло в полноту для его служения. И Бог потом объяснил по Писанию, и они сами уже потом объясняли другим людям о том, что это нормально. То есть, до этого они читали эти места, но они неправильно их воспринимали. Они не видели всю полноту того, как Бог задумал. Итак, очень важный момент. Смотрите. Если это был сон, если это был сон, подумайте и спросите себя, что я кушал на ночь? А почему нет? Вы знаете, что если сильно хорошо покушать, такие невероятные сны снятся вообще. А если шаббат встретить, скажем так, с сердцем, с бокалами вина, не бокалом, а бокалами вина, то очень разные сновидения могут быть. Поэтому иногда сновидение — это всего лишь сновидение. Нет никаких откровений. Может быть, вы, сидя со своим близким другом на кухне за бокалом шаббатного вина, так сильно с ним спорили, например, о каких-то духовных вещах, о каких-то местах писания. Вы же Тору разбирали, в шаббат, в конце концов, правда? Вы так наразбирались, что вам снилась эта Тора всю ночь. Вы утром встаете и говорите, у меня всю ночь были откровения. Сейчас буду записывать, сейчас буду интерпретировать. Задайте себе вопросы. Всегда делайте, ну, как бы, такого рода проберку. Или, например, что я смотрел перед сном. Можно такое кино посмотреть, чтобы получить ночью такие откровения. Наши дети, посмотрите, они смотрят фильмы и потом ночью плохо спят, например. Или там подрываются. То есть они впечатлительные. Взрослые люди тоже впечатлительные. О чем я думал перед сном? О чем я размышлял? Иногда человек переживает о чем-то. Об этом, вот что у него не получится, или получится, или как это он сделает. И всю дочь даже ему снилась. И утром он просыпается и говорит, все, я получил откровение, не надо этого делать. С чего вдруг? Ты же видишь, что есть вот целый ряд подтверждений, что надо. А ты говоришь, нет, не надо, потому что ночью я такое пережил, что просто слов нет. То есть на самом деле человек переносит свои страхи на реальность. Есть ли во всем этом Бог? Это важные моменты, потому что вы знаете, что на самом деле большинство откровений, с которыми мы сталкиваемся, они как раз вот таких категорий. Большинство вещей, которые люди приносят мне, чтобы я поразмышлял, это откровения, полученные подобными вещами, подобными методами, через сны, через чувства. Когда человек говорит, я почувствовал, что Бог мне говорит. Так он говорит, или ты что-то почувствовал? Улавливаете, да? То есть голос — это голос, это не чувство, это вот он либо есть, либо его нет. Но мы каким-то образом накладываем фильтр наших чувств, и мы говорим, Бог говорит. Я верю, что Бог может говорить через чувства, но надо проверять эти вещи. Если он тебе что-то сказал, что нужно сделать? Записать. И записать, как это происходило. Так и пишите. Я почувствовал о том, что Бог мне сказал вот это. Хоть само по себе оно странно звучит, но тем не менее, запишите это. Потому что, ну, все же вы не слышали явный бадколь. Голос вам явно не говорил. Потому что если говорил, то говорил. А если чувствовал, что он как бы что-то, где-то слишком много как бы, чтобы всю свою жизнь опирать на это почувствовал, нужно знать, что это. Нужно понимать, о чем есть. Есть источники, друзья мои, из которых мы не просто не можем принимать откровения, но нам запрещено принимать откровения. И, например, в Писании есть очень ясный запрет на гадание. То есть, не может быть откровения через гадалку, через гороскоп не может быть, многие подобные вещи. Второзаконие, 18 глава, 10-12 стих говорит так. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожая, чародей, обаятель. Обаятель – это заклинатель, тот, кто заклинает. Вызывающий духа, волшебники, вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Если в вашей жизни есть какое-то слово, которое когда-то цыганка вам говорила на вокзале, и вы считаете, что так и будет, или к вашей маме, иногда я слышу от верующих такие вещи, типа, когда-то моей маме цыганка, когда она еще была маленькой девочкой, сказала, вот, там, предположим, как-то маму зовут, там, Люся, да, вот, Люся, в твоей жизни будет три мужчины. Один будет высокий с черными волосами, другой высокий рыжий, а третий будет блондин. Так вот, первых у бабки моей, там, или у мамы, первых два мужа умерло, вот теперь она ищет блондина. Один был такой, ну, то есть, и вот они ходят, и они по церкви ищут блондина для этой мамы. Люди, то есть, первых, как бы, вроде оно все совпало, вроде все нормально, но, послушайте, это не чистый источник. Не бойтесь этого источника, не принимайте его просто. То же самое, как стрельцам сегодня не повезет. Да что вы говорите? И ты думаешь, ну, действительно, вот я, конечно, в гороскопы не верю, но почему-то я стрелец и мне не везет. Друзья, если вы каким-то образом были связаны с этими вещами, с гороскопами, с оккультизмом, с пророчествами гадалок, разных мастей, вам нужно отречься от этих пророчеств, покаяться перед Господом, и просто, если они у вас где-то там записаны, прорвать их, выкинуть и никогда больше не вспоминать. Потому что это не чистая вода. Это не чистое слово. Это то, во что был одет ангел, не Божий. И тот, который учил вас совершенно не Божьим путям. Отрекайтесь. Иногда бывает такое, что, знаете, верующие гадают на Библии. А это как это? Все знают, как это. Открывают Библию. Было мне очень плохо. Знаете, эту классическую историю про Иуду, да? Да? Человек там думает, Боже, говори мне слово сейчас через Библию. Через Библию уже Бог говорит, говорит, открывает, там тыкает пальцем с закрытыми глазами, написано, пошел Иуда и удавился. Он думает, нет, что-то это не от Бога. Открыл, тыкнул пальцем, там написано, пойди и сделай тоже. Это рулетка, друзья. Бог может говорить через Писание. И есть такие случаи, когда я знаю, когда человек, он просто, просто вот ему плохо, он открывает Библию, начинает просто читать, и что-то меняется в его жизни. То есть Бог обращает его внимание. Но я считаю, что вот тыканье пальцем вот таким образом, это форма гадания на самом деле. И форма незрелости. Может ли Бог использовать Библию? Может. Абсолютно может. Бог может использовать и неверующих людей для того, чтобы говорить в нашу жизнь. В конце концов, животные говорят иногда. Помните ослика, который говорил пророку? Он был пророком, он умел слышать голос Божий, но и не все видел тоже. Он использовал ослицу, которая проговорила и остановила его в его безумии. Бог может использовать какую-то гадалку, чтобы что-то сказать. Но послушайте, я думаю, что это будет таким сверхъестественным образом, что вы точно будете знать, что это не гадание гадалки, что она всего лишь просто вот как бы сама сейчас в шоке там находится. Покаялась по поводу, по ходу того, как это самое. Ну, это тонкий лед. Не идите туда. Зачем оно вам надо? Просто не ходите. Это очень практические вещи. То, о чем мы с вами сейчас говорим. Итак, если вы принимали какие-либо пророчества с нечистого источника, отрекаемся, каемся, и забываем, и не принимаем. У вашей бабушки будут столько мужей, сколько бабушка захочет. Блондины, не блондины, если это все в Господе, если это все в свое время, может быть, один муж. Вы доживете столько лет, сколько Бог вам даст дожить, а не столько, сколько какая-то гадалка на вокзале сказала, что в 40 лет мужчины в твоем доме будут всегда умирать от сердечного приступа. Вот просто забудьте. Вы будете жить столько, сколько Бог даст вам, и ничего с вами не случится. Итак, записали вы откровения, записали обстоятельства, в которых вы получили это откровение, записали контекст, так скажем, этого откровения. Дальше задайте себе вопрос, связано ли это откровение с Писанием, вообще пересекается ли это откровение с Библией. Некоторые откровения будут прямо связаны с Библией. Возможно, это будут даже отрывки из Библии, и это очень хорошо и нормально. Но для правильного понимания этих откровений необходимо внимательно исследовать это слово. На прошлом служении мы немножко с вами говорили об исповеданиях. Это тоже сходная тема. Я знаю, что не все пережили прошлую проповедь, некоторым было это сложно, но тем не менее, это сходная тема. Смотрите, для правильного понимания нам необходимо исследовать контекст, потому что иногда мы выхватываем в наших откровениях какое-то слово, игнорируя вообще контекст, кому было это сказанное слово, потому что иногда слово звучит по одному, а контекст, он прямо меняет значение. Прямо меняет значение. То есть, возможно, вы выхватили что-то и сказали, я буду благословен, например, Бог мне так точно сказал, но там, например, вы когда смотрите внимательно на слово, там написано, например, Бог говорит, ты думаешь, что ты будешь благословен, но, мы же не читаем, но, мы читаем, ты будешь благословен, но, если, например, познайте истину, и истина сделает вас свободных. Прекрасное местописание, вырвано из контекста совершенно. Помните начало этого места? Если пребудете в слове моем, то познайте истину. То есть есть условия, оказывается. Но мы не думаем о том, что нам надо что-то сделать, прибыть в этом слове, познать что-то. Вот и все. Вырывается из контекста. И таким образом оно не становится для нас в благословении. Оно становится для нас ловушкой. Потому что мы начинаем верить в то, что Бог не говорит на самом деле. Исследуйте контекст. Это не сложно, правда? Откройте это место. Иногда, еще тоже такой момент. Мы способны воспроизводить по памяти места Писания совершенно не точно. Я периодически, когда готовлю какую-то проповедь или что-то, какое-то учение, я в поиске ищу какие-то места. И я записываю его, не нахожу. Записываю по-другому, не нахожу. По-третьему не нахожу. Оказывается, я его неправильно помню. Очень известное место. Но я его неправильно помню. Удивительно. Поэтому мы способны что-то получить такое. И как-то сказать, ну там вот, как Бог говорит, вот так-то и вот так-то. И все, и прилепили. Неправильно. Нам нужно посмотреть, кто писал эту книгу, кому писал, как писал, о чем говорит это место, о чем оно учит, о чем эта глава учит. Возможно, Бог хочет обратить наше внимание не на конкретный стих, а на весь контекст, на конкретную главу и дать больше. Если же вы обнаруживаете, что ваше откровение только имеет вид писания, то тогда самое грамотное, что можно будет сделать, записать его и отложить в сторону. Просто записать его в сторону. Иногда люди, которые учатся пророчествовать, они говорят вот подобные вещи. Я помню как-то, ну не знаю, слышал разное, конечно. Конечно, помню там такое, так все выглядело очень духовно, и человек говорит, пророчествует другому и говорит, во имя Ишоа Мессии ты пойдешь туда, куда боятся ходить ангелы, и ты будешь делать то, что боятся делать ангелы. Звучит очень неплохо. Ну вот у меня простой вопрос, куда боятся ходить ангелы. И что должен сделать этот человек, чтобы, ну как бы, я не знаю, я не знаю, это было победное пророчество, хотя в сегодняшний момент этот человек полностью отрекся от Христа. Вот так, чтобы вы понимали. На сегодняшний момент, нет, не пророчествует, тот, которому пророчествовали, он полностью отрекся от Христа, осознанно принял гиюр и служит как бы в определенных местах. То есть, понимаете, да? Но пророчество, что это было за пророчество вообще? Страшно сказать, это было лжепророчество. Ну это было лжепророчество. Звучало очень авторитетно, звучало очень красиво и очень по-библейски языком сказано. Ну это не божье пророчество. Не бойтесь таких пророков, не принимайте такие пророчества, потому что на самом деле, ну вот простой анализ, куда идут бояться ходить ангелы? Да нету такого места. Ну, по крайней мере, может мы не знаем каких-то, может это ад, что ты пойдешь в ад, но ты же не будешь, а там пророчество, а там контекст пророчества, что ты будешь невероятно успешным служителем. Не знаю. Итак, если вы что-то получаете подобное, просто откладывайте это в сторону. Не принимайте это в свою жизнь и не поступайте по этому пророчеству. Ожидайте, что Бог снова вам что-то скажет. Но, вы понимаете, в чем сложность? Большинство пророчеств, которые мы имеем, или откровений, которые мы имеем, или, скажем, множество, мы не можем прямо проверить по Писанию. Вот, например, Бог говорит, вот человек приходит и говорит, Бог мне сказал продать свой бизнес, купить машину и подарить вот тому человеку. Вот как это проверить по Писанию? Никак. Да? Если жена против, кто ее будет спрашивать, если есть откровение? Но на самом деле вопрос жены — это важный вопрос. И так, и жены сказали так, да. Проповедуй, брат. Но на самом деле братья тоже так скажут, потому что жены же тоже приходят иногда с такими откровениями, да? Ой, дорогой, я чувствую, нам надо взять тот костюм, который мы тебе купили, и подарить вот тому брату. Мой костюм вообще-то себе купил. А у него есть откровение взять и отдать его. Не хочу. Не протився Господу. Бог воздаст тебе во сто крат. Вы понимаете, что я сейчас преувеличиваю, но мы иногда себя видим в таких вот моментах. Итак, как вообще относиться к таким словам? Спросить себя. И очень правильно будет спросить, на кого повлияет эта покупка? Ну, то есть, если вот человек приходит и говорит, у меня есть реально понимание продать то, что есть, например, и раздать бедным и нищим где-нибудь в Африке, предположим, да? Жена в шоке, всю жизнь как бы собирали имущество, а тут у мужа откровение есть. На кого повлияет это откровение? Оно абсолютно повлияет на всю семью. То есть, если один человек получает, это не значит, что он вправе распорядиться всем остальным. Он не может и не должен по Писанию игнорировать общество, в котором он живет. Если вы бы жили сами, вот вы холостой человек, тогда вы сами решаете. Вы сами решаете, будет у вас еда, не будет у вас еды. И вообще, вы несете ответственность за себя. Но если у вас есть дети, если у вас есть супруга, если вы подвязаны в какие-то взаимоотношения с другими людьми, вы не можете просто так по откровению брать и однозначно без общения об этом откровении с этими людьми так делать. Вы должны собрать их, тех людей, от которых это все зависит, и поговорить. И сказать, было у меня вот это, я получил его в таком-то контексте, ну то есть, вот оно записано вот так. Я прошу вас о том, чтобы вы помолились об этом, чтобы вы подумали об этом. Мы не будем принимать решение, пока у нас не будет коллективного согласия на это действие. И если будет мир, и если будет согласие, то даже если, предположим, ваше откровение не было откровением от Бога, вы, как взрослый человек, будете нести ответственность вместе. Иначе будет великое поражение. Великое падение. Великая, ну как бы, великая проблема. Обсудите это с своей семьей перед, важное слово, перед тем, как вы сделаете что-то. Никогда, друзья, не принимайте серьезных решений без совета. Никогда. подумайте об этом. Подумайте. Например, женитьба по откровению, это тоже очень такой, ну как бы, опасный финт. Или по пророчеству, например. Ну, я, чтобы вы понимали, контекст моей проповеди о понятии откровения касается снов, пророчеств, видений, ну вообще всего того, что приходит от Бога. Я просто использую одно слово откровение. То есть, все, что можно назвать словом от Бога, как мы это интерпретируем. Итак, никогда не принимайте серьезных решений без того, чтобы не обсудить его перед тем, как будет принято покупкой, покупка, продажа или еще. Бывают такие люди, и у нас есть они. Они специалисты во всем. С 13 лет он мастер, с 15 лет он бизнесмен, с 16 лет он, короче, общался с преступным миром и все там знает. С 17 лет он, короче, основал фонд и потом еще развил его в международную какую-то структуру. Он во всем разбирается, а потом он открыл церковь, закрыл церковь, открыл еще одну церковь. Ну, то есть специалист на все руки с детства. И вот он приходит с очередным своим откровением к своей жене и говорит, нам надо делать столько. Жена, замученная его откровениями от жизни уже, с таким прекрасным самородком, она в ужасе, потому что она понимает, что это полностью разрушит вообще и без того хрупкий мир, который она всеми силами пытается сохранить. Понимаете, да, суть как бы? Если человек бы придерживался вот такого простого правила, то люди, которые рядом с ним, зная его слабости, могли бы сохранить от разрушения их семью. То же самое является справедливым к людям, которые двигаются сильны, скажем так, в определенных перекосах духовных или мотивационных даров. Например, дардаяния. Человек получает откровение о дарении чего-то. У человека есть дардаяния, и он имеет сильное откровение, что надо взять свои запасы и подарить тому человеку. Вот сильно чувствую. Не мотивирует дар. Это дар от Бога. Только этот дар он не корректируем в определенных моментах. Поэтому правильно для такого человека с таким откровением прийти к своему супругу и сказать, у меня есть вот такое переживание, что ты думаешь? Улавливаете, да? То есть эти простые вещи, они способны нас сохранить. Они способны сохранить нас на правильном моменте. Они способны дать нам возможность поразмышлять над теми вещами, которые мы получаем. И если мы понимаем, что, ну да, это перегиб, тогда надо остановиться. И если мы уже это сделали, тогда надо покаяться, двигаться дальше, но как бы учитывать, что у тебя есть такая склонность на такие импульсивные какие-то моменты. Итак, принцип. Принцип. Если вы обнаружили, что ваше откровение не совсем соответствует Писанию, откладывайте его в сторону, даже если оно выглядит очень духовно. И обсуждайте. Следующий вопрос, который нужно себе задать. Каким делам? То есть вы получили откровение, вы не можете его проверить по-прежнему, Писанию? Не можете, оно не соответствует, ну как бы вот то, что мы говорили. Возьми это, продай и отдай этому человеку. Это не проверяется по Писанию. Нет места Писания, которое говорит о том, что Васе нужно давать, например, что-то, или там Пете нужно давать вот, или не давать вот это. Каким делам побуждает это откровение? Кто будет прославлен в конечном итоге? Очень важный момент. Очень важный момент. Независимо, связано оно с Писанием или нет, посмотрите на конечную цель, на результат, на который направлено то слово, которое вы получили. Я слышал множество пророчеств людей, скажем так, которым говорилось, что они будут великими делателями, они затмят собой апостолов и так далее, будут влиять там через мыслимые, немыслимые возможности. Эти люди брали эти откровения, но они не брали ответственность за эти откровения. Они просто садились на диван и ничего не делали. По типу, пускай Бог сказал, пускай Он и делает. И они проживали свою жизнь в таком вот бессмысленном существовании. И эти хорошие наставления, которые, возможно, были даже от Бога, они не шли никуда дальше. То есть, человек просто тешился ими. Он внутри себя говорил, «Ну, я буду когда-то, я просто жду, пускай Бог исполнит свое слово. Он же сказал, что я буду, пускай и исполняет». В центре таких вещей очень часто становился сам человек, находился сам человек. Иногда есть откровения, которые выглядят очень здорово, но на самом деле в центре находится человек. Например, даже в вопросах даяния. Есть люди, которые не просто хотят давать, они хотят давать таким образом, чтобы все знали и хлопали им стоя. Есть такая лжескромность, знаете, даятеля такого. Он так дает, «Да не-не, ничего мне не надо», и ты понимаешь, что все ему надо. Все ему надо. И он такой, такой вроде смиренная овечка такая, он так вроде как бы так смиренно тебя наставляет, но на самом деле в центре всего этого находится он как личность. Он хочет, чтобы обратили на него внимание, он хочет, чтобы подсчитали его особым каким-то образом и так далее. Бывают откровения, которые очень здорово выглядят, но они вообще мотивом подачи этих откровений это просто лезть к человеку. Бывает такое, вот знаете, как, например, собрались люди, у кого-то там, предположим, какой-то праздник, там, бармитсва, например, или там еще что-то, или ребенок родился, и приходят люди и начинают пророчествовать этому ребенку. Ты будешь великим, ты будешь таким, ты будешь таким. Это все похоже на стихи из открытки поздравительной. Ну так оно вот на самом деле, потому что наша этика, она обязывает нас говорить определенные вещи в определенных обстоятельствах. Ведь это же правда, да? То есть, и мы называем почему-то это откровением. Назови это пожеланием. Назови это просто, я хочу тебя благословить, да я желаю тебе, чтобы ты был таким. Я желаю этому ребенку добра. Я желаю ему вот это. Ну не говори, так говорит Господь, этот ребенок будет таким, 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 таким. Ну, вы улавливаете, о чем речь, да? Я сейчас говорю, я вынужден говорить достаточно общими фразами, потому что случаи, каждый случай надо отдельно разбирать. В некоторых моментах это действительно может быть пророчество от Бога. Вот помните, как Симеон, он взял Ишуа в храме, и он сказал, сей лежит на попрание, на радость, и там, величает душа моя, Господь. Ну, помните, вот эти все моменты, которые в храме высвобождались слова Ишуа. Но точно так же можно было бы и, ну, с другими мотивами говорить подобные слова. То есть, делайте, как бы, поправку на обстоятельства, делайте поправку на то, что происходит. И задайте себе вопрос, к чему побуждает это даяние? Будет ли Господь прославлен в этом даянии? Будет ли Господь, например, центром этого даяния или я стану центром? Помните, как Анания и Сапфира? Они сделали благое дело, но в центре этого всего дела были они. И это послужило им к смерти. Потому что в центре этого духовного действия был сам человек. И Павел говорил, Петр говорил тогда, говорит, что вы делаете, зачем? Оно и так ваше, дали бы вы, не дали бы, Бог был бы прославлен. Если бы вы сделали это с чистым сердцем, было бы совершенно по-другому. А так вот такой результат. Итак, посмотрите, кто будет прославлен в итоге. Какой будет результат? Ведет ли это к славе Божьей? То, что вы собираетесь делать. Что делать, если я не знаю, что это за откровение? Вот что делать, если я не понимаю вообще, что это было вообще? Вот что-то я такое просто, че-то откровение, че-то я переел на ночь, че-то что это было? Некоторые верующие боятся того, что они могут иметь откровение не от Бога. Они сразу себя относят к категории лжепророков. Крайняя такая форма. Если я скажу что-то не то, и это окажется не тем, значит, я навсегда потеряю доверие в церкви или в теле Христа, и люди всегда будут говорить ко мне, что я лжепророк. Типа, а знаем мы этого Сашу. Вот он когда-то там сказал слово, откровение, да, а оно было неправильно, не по Писанию, и вот это. Саша лжепророк. Очень короткий вывод. Это очень широкое обобщение. Друзья, мы все учимся распознавать Божий голос. Поэтому не бойтесь иметь слово или, скажем так, говорить о каких-то откровениях и ошибаться в них. Просто признавайтесь о том, что да, ну это нормально, да, я тогда вот так вот заблуждался. Я попросил Бога прощения. Если вы сказали это слово какому-то человеку, придите к этому человеку и скажите о том, что послушай, мы с тобой разговаривали, я дал тебе слово, сказал, что это пророчество, я понимаю, что это было не пророчество, я просто хотел хорошо выглядеть в твоих глазах и выговорил вот такие приятные вещи тебе, но это было не пророчество. Не поступай по этому слову. И все, и живите дальше. Не надо ходить, терзаться, не надо там кидаться где-то в пропасть, потому что вы уже лжепророк. Ничего подобного. Мы растем. И если мы будем шугаться всякого слова, то мы не научимся никогда слышать Божий голос. Дайте себе право на ошибку. в вашем духовном росте. Дайте себе право ошибаться в откровениях, в истолкованиях, в каких-то переживаниях. Вы не знали каких-то вещей до того, как. Сейчас вы уже знаете. Вы знаете, что надо записать, вы знаете, как записать, вы знаете, о чем нужно поговорить и что необходимо сделать. Итак, спасибо большое. Писание учит нас относиться к откровениям таким образом. Смотрите, записали, не знаете, что с этим делать, идете к служителям с этим откровением. 1 Коринфянам, 14 глава, 29 стих написано, и пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. И это очень и очень, еще раз, очень и очень нормально прийти со своим откровением к церкви, к телу Христа в общину, прийти к служителям и сказать, послушайте, вот я записал, я не знаю, какое это откровение, мне кажется, что это от Бога, но я не хочу смущать людей, я не хочу добавлять себе славы, потому что в конечном итоге я понимаю, что это же мне и повредит. Если я, ну, кто хочет из нас быть лжепророком? Да никто не хочет, правда? Только человек, который вообще не понимает, что он делает. Мы же хотим Божьими пророками быть, так если это Божье Слово, чего нам бояться его исследовать? Ну, вот реально, если это Божье Слово, Бог отвечает за это Слово, если это Божье откровение, вы знаете, как вот в старые времена моего детства исследовали пророков? Я вам расскажу, тетя Мила знает такие фокусы. Десять листочков, на которых записано, на одном из них записано что-то, перевернутых листочков, вот они лежат на столе. Человек, который пророчествует в церкви, да, он приглашается, ему говорят, вот здесь вот из десяти листочков находится записанное одно слово. Помолись, мы помолимся вместе с тобой. Мы бы хотели, чтобы ты сказал, на каком листочке находится это записанное слово и что там записано. экзамен. Все, и никто не возмущался. Потому что если ты возмущаешься, то у меня вопрос, а чего ты, собственно, боишься? А если ты Божий пророк, тогда тоже чего ты боишься? Достань, ну, как бы, возложи свою руку на листочек этот, скажи, это не шоу интуиции, это не шоу вот этих экстрасенсов. Нет, это просто люди так вот, ну, говорят, хочешь, давай мы проверим, ну, если это Божье слово. И вы знаете, что? Были такие пророки. Мы называли их союзного значения, потому что со всего союза к ним люди ехали день и ночь. Почему? Потому что они знали, что такой человек слышал Божье слово. Ошибался ли такой пророк? Я думаю, что периодически мог ошибаться. Мог. Потому что он по-прежнему оставался человеком в обстоятельствах и так далее. И так, если вы получили откровение, с которым вы не можете проверить его по Писанию, если вы получили откровение, которое вы исследовали, вы не знаете, как к ним поступать, смело берете его записанное, еще раз, самый важный момент, и приходите в общину к служителям или к тем людям, которые духовно зрелые, и говорите, давайте мы порассуждаем. Если они говорят вам о том, что послушай, у нас есть сомнения относительно вот этого и вот этого, вот скажите, зачем эти сомнения распространять в теле Христа? Это значит, зачем говорить об этом откровении другим людям? Если это слово от Бога, Бог способен его повторить еще раз другим людям, другими местами, другими способами, более ясными и понятными. если это ересь или заблуждение, вы рискуете стать источником заражения тела, и Бог будет спрашивать с вас лично за это. Поэтому, если вам говорят, помолчи и не переноси это откровение куда-то в тело, будь послушен и сделай это. Бог будет спрашивать с тебя, если ты не будешь послушен, потому что нет согласия, не очевидно, что это служит на созидание, не очевидно, что в центре этого находится Господь, не очевидно, что вообще Писание каким-то образом с этим вообще вот вашими переживаниями связано. Поэтому, друзья мои, мудрость и сдержанность и послушание это один из важных моментов в работе с духовными переживаниями и с духовными откровениями. Мы все учимся, мы все растем и было бы, как я уже говорил, просто глупо ожидать непогрешимости и отсутствия ошибок. Поэтому, учитесь с легкостью отпускать те ситуации, в которых вы неправильно что-то услышали или истолковали. Если вы допустили оплошность и сказали это человеку, пойдите и покайтесь перед ним, отзовите свои слова назад, не будьте гордым, не будьте гордым, поверьте, это только добавит вам уважения в глазах этих людей, потому что это покажет, что вы человек смиренный, который ищет не своего, а Божьего, Божьего, друзья. Не спешите использовать вот эти ветхозаветные фразы «так говорит Господь». Очень я бы так вот избегал. Я рекомендую вам, если вы переживаете что-то, говорить таким образом «у меня есть понимание по этой ситуации и я думаю, что Бог побуждает тебя вот к этому и к этому». Совершенно другое давление на человека. Понимаете, чем говорить пророческим таким «о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Чувствую, чувствую, чувствую! Сейчас, сейчас слово, 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 слово! Амини-мини-мини-мини-мини-мини!» Ну, я не хочу никого обидеть сейчас. Послушайте, я уважаю пророков, уважаю пророческое служение, просто есть множество каких-то сложных таких печальных результатов, которые происходят как раз от нагнетания вот этой мистической атмосферы. Мистики созидания какого-то образа, такого медиума, человека, который на короткой ноге с Богом. Послушайте, не становитесь таким человеком. Будьте проще, и вам будет проще признавать свои ошибки. Будьте естественнее, и вам будет естественнее быть человеком для людей во всех смыслах. Молитесь о том, что вы получили. Больше советуйтесь, спросите служителей, чтобы они помогли проверить вас. Это очень и очень нормально. Некоторые вещи, если вы слышите, просто, ну, что ж. Есть вот такое, я вот периодически слышал, там, знаете, помню, в одном служении, тоже, ну, такое писятическое служение было, и там, кто что имеет, какое откровение. Ну, и там встает одна сестра и говорит, вот то я стояла, когда мы молились, вот такое что-то белое было, вот с той стороны. Аминь. Вот что это было? Было ли это от Бога? Как мы, ну, что, ну, мы понимаем, что оно ни к чему нас не обязывает. Это просто переживание человека. К этому так и надо относиться. Правда? А другой говорит, например, встает и говорит, вижу белого старца с седой бородой, и он говорил, гряду, гряду, гряду. Второй подрывается и говорит, у меня есть толкование, гряду скоро, возможно, зимой. Деда Мороза какого-то увидел, да? Друзья, это все шутки, но в каждой шутке есть история церковная. Вот через вот такие вещи можно создать образ себе. Такого компетентного пророка, компетентного сосуда, как говорят у нас неправильно, который знает Божье Слово, действует и так далее. Реальность в том, для того, чтобы получить откровение, нам не обязательно нужно быть пастырем. Нам не обязательно быть нужно кем-то из пятигранного служения. Мы все с вами связаны с головой. Представьте, вот есть у нас голова, и она связана с телом. Нервные окончания связаны и с пальчиками, и с ножками, и с ручками, и с сердцем. Со всем голова связана. Есть органы, которые, скажем так, более используемы, более такие значимые масштабы, сердце, например. Но сердце само по себе не выживет, ему нужны и другие органы. Нельзя просто исключать друг друга. Мы все можем слышать, каждый, даже неверующий человек, может слышать Божие откровения. Вы знаете это? В Библии полно примеров этого. Помните, как фараон, например, видел Божий сон? Совершенно неверующий человек. Язычник во всех смыслах крайних. Даниил, помните, истукан царь видел. Многие цари видели там рука, которая пишет. И царь в ужасе. То есть неверующие люди могут видеть откровения, они могут их не уметь истолковать. И для этого нужны вы. Для этого нужны такие люди, как Даниил, как Иосиф. То есть люди, которые умеют истолковывать те вещи, которые происходят. Помните, друзья, очень важный момент. Даже если вы неправильно истолковали Божие откровения, если вы его неправильно услышали, но вы поступили правильно и не пустили его в тело, а ставили его в сторонке, если Бог хочет вам что-то сказать, то даже если бы вы затыкали свои уши, вы услышите. Он найдет такой метод, который никуда вас просто, вы просто, ну ясно, он, знаете, и так он намекал вам, и так намекал. В конечном итоге просто пришел и поговорил с вами. Если Бог хочет донести слово, Он его донесет. Поэтому не бойтесь оставлять какое-то пророчество в стороне. Пускай Он повторит это другими методами, пускай Он скажет это всем, пускай Он скажет это на собрании, пускай Он скажет это до 53 раза, но чтобы мы все точно знали. Нам же как бы интерес в чем? Чтобы не я великий прославился, чтобы тело созидалось, как мы говорили с самого начала, чтобы Божья слава была в центре всех нас, чтобы Его личность была прославлена. Итак, возвращаясь к тому вопросу, о котором мы говорили с самого начала. Был ли Бог на собрании? Очень просто проверяется. Если мы откидываем наше субъективное восприятие, переживание, то все очень легко увидеть. Матфея 18 глава 20 стих говорит, «Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди вас». Поэтому был ли Бог на собрании? Конечно, был. И вообще не важно, что вы чувствовали. Когда люди приходили в храм во времена Ишуа, они вообще не говорили о чувствах. Восторг это, конечно, вызывало. Само по себе путешествие села какого-нибудь в Иерусалим, где золотой храм, поверьте, вызовет восторг. И жертвы, и то, что там происходило. Восторг эмоциональный абсолютно был. Но даже если бы его и не было, мурашки не топтались по вас, и ничего не происходило, не имеет значения. Важно было, знаете, что? Принято была ли ваша жертва? Сокрушилось ли ваше сердце, когда вы заколали эту жертву? Вошел ли священник во святое святых и покрапил ли он на крышку ковчега? Это важно. Это важно. Почтил ли ты Господа, приходя здесь на собрание? Не важно сказать пророчество какое-то, чтобы все считали и хлопали, что ты пророк. Важно, чтобы тело созидалось. Важно, чтобы Христос прославился. Важно, чтобы пришло единство в это тело в большей степени, чем это было вчера или даже сегодня утром. Важно, чтобы Бог двигался через нас, чтобы все это служило на созидании, а не чтобы все говорили, о Господи, какой сосуд у нас появился. Всесоюзного масштаба, международного служения, как сегодня говорят. Итак, давайте подытожим. То, что мы сегодня с вами научились. Первое, что нужно делать. Записать ясно откровение. Неважно, в каком виде оно пришло. Второе. Проверить его связь с Писанием. Проверить. Третье. Посмотреть или учитывать контекст получения этого откровения. В каком контексте оно получено. Какие обстоятельства были перед, в каком-то периоде, в каком вы находились. Как пришло к нам это откровение. Подумайте, связано ли оно с другими людьми, как мы с вами говорили, в отношении, что произойдет в жизни тех людей. Как это повлияет, если я поступлю или кто-то поступит в соответствии с этим откровением. Задайте себе вопрос, кто является центром этого откровения. Кто находится в центре? Бог ли? Или может быть не Бог? Может быть какие-то амбиции, какие-то страхи, какие-то желания, какие-то похоти или что-то другое. Кто в центре этого откровения? Поэтому задавайте еще один вопрос, как это откровение прославит Бога или укрепит тело Христа. Если вы не разобрались во всем этом, посоветуйтесь с пастырем или с духовно зрелыми людьми. Принесите на исследование. Вы не заинтересованы в том, чтобы становиться источником разношения заразы. Вы же хотите, чтобы тело созидалось, правда? Ну так а зачем тогда? Если выявлен неизвестный объект, давайте его будем исследовать. Может, это действительно что-то опасное? Будьте открыты к исправлениям и послушны в коррекции. Если нет, оставляйте в сторонке, просите у Господа прощения и двигайтесь дальше, без чувства вины. Мы все должны учиться. Не унывайте, если это слово не от Бога. Просто продолжайте слушать, искать и учиться. И Бог даст благословение для всего тела Христа. Это вещи, с которыми я хотел с вами поделиться. Я хотел бы сегодня, чтобы мы помолились о том, чтобы число пророчествующих, число людей, которые видят видение в нашей общении, число вообще тех, кто движется в духовных дарах, увеличивалось в этом вот следующем календарном году. мы, как тело Христа, тело Мессии, очень сильно нуждаемся в слове от Бога. Мы нуждаемся в зрелости, мы нуждаемся в людях, которые движутся в пророчествах, которые движутся в истолковании иных языков, в понимании различных, в слове мудрости, в слове знания, в ободрении. Мы очень нуждаемся в таких людях. И мое желание о том, чтобы вы просто не боялись, чтобы вы позитивно брали вот те практические шаги, о которых мы сегодня говорили. Потому что сегодня было реально практическое слово, друзья. И использовали его для своей жизни. Не боялись ставить под сомнение откровения великих проповедников, друзья. Не давайте им карт-бланш. Такое, знаете, право на всезнайство, на всякое слово. Будьте открыты проверять, потому что случается разное. И чтобы вам не пойти туда, куда боятся ходить ангелы в какой-то момент. Если он приехал, если он сильно важный человек, не бойтесь исследовать его. Не бойтесь исследовать. Если вы видите, что это что-то не то, тогда не контролируйтесь. Если весь зал даже в захвате, послушайте, это их ответственность. А вы свое слово, ну как бы, не следуйте иными словами за большинством на зло. Если это зло очевидное, и оно проверяемое, и адекватное. Будьте здравы, друзья. Будьте зрелы. Итак, давайте помолимся о таком вот Божьем развитии для нас. Боже, спасибо тебе за то, что ты учишь нас. Мы очень хотим слышать Твое слово, Господь. Не всегда это у нас получается. Иногда мы чудим, Господь, и какие-то, Боже, просто невероятные вещи выдаем народу, Господь. Мы благодарны тебе, что ты через это учишь нас, Господь, и меняешь наши отношения, меняешь нас, Боже, внутри. Я прошу реально, Господь, чтобы больше и больше пророчествующих людей было в наших общинах, Господь, в теле Христа, Господь. Я прошу о том, чтобы ты учил и говорил нам через сны, через видение, через понимание. Я молюсь об этом кротком, Боже, стержне для каждого, кто учится слышать Твое слово, Боже. Не строптивом, не каком-то упертом, не своевольном, Господь, но кротком Слове, Боже, чтобы эти сердца, Боже, были мягкими, податливыми для изменения, Боже, чтобы мы не носили, Боже, вот эти камни в наших сердцах, Господь. И я прошу о том, чтобы ты, Боже, открывал дар пророчества у нас в общине, во всей Твоей полноте. Дар истолкования, Господь, дар мудрости, Слово знания, Боже, видения, Господь. И чтобы эти люди, через которых Ты это делаешь, Господь, это были послушные люди, Боже, Тебе, послушные, Боже, наставникам своим, Господь, чтобы была зрелость, Боже, и Твоя милость во имя Ишуа. Я прошу, благослови народ Твой в этом наступающем календарном году. Благослови тело Твое, Боже, в этом наступающем календарном году, Боже, чтобы этот год стал для нас чем-то приятным, Боже, таким новым этапом, новых побед, новых свершений, новой радости и нового благословения в Тебе. Мы превозносим Тебя и славим, благословляем Твое имя. Мы просим о том, чтобы Ты, Боже, распускал нас миром. Господи, в радости, чтобы мы торжествовали перед Тобою, Боже, превознося Тебя, Господь, славя Тебя, благодаря Тебя за все то, что Ты делаешь в нашей жизни. Во имя Ишуа Мессии. Я Вас благословляю, народ Боже.